Здравствуйте всем! Хочу вам показать цветение орхидеи Кефисцения. Она очень интересная в зацветании, очень легкая, если подобрать ей правильное содержание. Я искал много посадок, в итоге я пришел к этой посадке, когда изучил много информации про эту орхидею. Она произрастает в самых нижних ярусах леса, практически днем не попадает дневного света много, нет солнца. Когда я ее посадил совсем по-другому, она у меня росла, она как бы изменилась в не лучшую сторону. Потом я начал изучать информацию, причину эту, вот ее цветение, и выяснилось то, что этой орхидеи практически не нужна солнечного цвета. Она может хорошо себя чувствовать и расти в квартире так же само, если будет находиться в такой полутени. Она хорошо развивается, хорошо растит росты, и вот такое красивое ее цветение. Они есть разных окрасов, есть белоснежные, очень красивые, такие как снежные, крусталики по цветах. Есть также самые более такие рябые, какие угодно. Их есть очень много разновидностей, от миниатюрных до таких средних размеров. Очень красивая орхидея, и очень такая неприхотливая в уходе. Просто добавить ей, как говорится, воды, удобрения и лишить солнечного света. Тогда она будет очень хорошо себя чувствовать. Вот такая вот красота. Субстрат у нее состоит из мелкой коры, крупной коры, потом добавления камушков, потом добавления мха сверху, чтобы такая была влажность ей небольшая. И практически она находится у меня почти всегда такая полувлажная. Очень интересная орхидея, это ее первое цветение. Только один цветок расцвел, там еще есть цветоносы, которые в ближайшее время раскроются и будут цвести. Вот такая вот красота. Очень интересная. Я так же сам себе заказал еще и других окрасов. Эта орхидея мне не понравилась, я теперь понял саму причину неправильности моего ухода. И я это сейчас изменил, и вот в итоге есть первое ее цветение. Сейчас вам покажу еще одну аскоцентрум принцесса Микаса, которая цветет в год, бывает и 3, и 4 раза. Она легкая в уходе, она выдерживает как повышение температуры, так же самое и понижение температуры. Вот она у меня находилась, и вот период расцвета, ее когда она начала набирать бутоны и зацветать, она была, температура иногда опускалась ночью до 8-7 градусов. Вот еще есть один айрадис, который очень красиво цветет, и растет он у меня на блоке, и уже попал, как бы сказать, в ампельное кашпо, пророс своими корнями. Так же самое он распустился, все свои цветы. Вот такие вот они красивые длинные шпоры, очень интересные, очень ароматные. Вот еще и дендрогиум все время цветущий. Такой красивый. Вот еще один дендрогиум, который тоже очень, как сказать, неприхотлив в уходе и цветет, в принципе, без проблем. Такие красивые у него крапушки, самих бутонов, самая задняя часть лепестка, и очень много цветоносов он набирает, такая серединка красивая. Сам дендрогиум не очень крупный и легкий в уходе. Как обычно, для этой орхидеи нужен цвет, вода и так же самое подкормки. Посаженный он у меня, сейчас вам расскажу поближе. Вот еще моих два красавца на прогулке на террасе. Так же самое он посаженный у меня в мелкую кору, с добавлением крупной коры, а так же самое добавление камней, потом лавой добавил немножко таких, ну не совсем в пропорциях маленьких. И вот подвесил его подвесном ампельном горшке, он находится целое лето на улице. Это вторая половина дня сюда попадает цвет. Такой вот красивый он, очень интересный его окрас, и очень много бутонов, цветов. Сам такой он небольшой, сами цветочки не очень крупные, но интересные, их очень много. Такие красивые окрасы, вообще бесподобные. Меня задавали вопрос про посадку его, про уход. Уход простой, как обычно. Свет, солнце, вода и воздух, и, как говорится, удобрение, и будет хороший рост. Вот еще одна орхидея, которая мне понравилась своими ростами. Она такая интересная. Она мне посажена, как пришла, вот этим луком. Я ее добавил, просто посадил ее в керамическое кашпо, и больше я туда ничего не добавлял. Опрыскаю я ее просто с пульверизатора, или летом включается автополив и опрыскается. В том году она у меня процвела, но очень слабо. Это приближались как бы похолодания, уже ближе к осени. И вот она набрала очень много цветоносов, очень много. Я даже не знаю, там на пределах 10 штук. И она вот такими мелкими цветочками цветет. Но мне нравятся, они когда цветут, ну их много, такие, знаете, как бусинки рассыпчатые. Но очень интересное, такое красивое зрелище. Хоть оно и миниатюрное, миниатюрные цветки, но интересные. Легкое в уходе, я ее опрыскиваю, добавляю удобрения как для вандовых. И вот она находится у меня целое лето на улице. Вторая половина дня, так же самое попадает солнце ей. Очень красивая, такая интересная, она уже разрослась за лето. Вон ее куча корней. Вот такая вот красивая. Мне таки нравятся необычности этих орхидей. Вот еще один дендромиум кресантум. Тоже интересный, цветет очень красиво. Уже очень долгое время он цветет. То есть, отцветают эти новые появляются бутоны, и он продолжает цвести. Вот только один минус, что он так, знаете, не зацветает всего в один период. Ну, может, то, что, как бы, это первые, первые, как бы, его месяца, как можно сказать, или год, который он находится у меня, он так вот адаптируется. Может, потом в следующем году он будет цвести обильно. Очень красивый цветок, такой бархатной рюшечки. Всем хорошего настроения, и до новых встреч!